так мы снова в эфире какая-то техническая погрешность была видимо мы не пока не можно понять чем дело но сейчас мы появились в эфире и поэтому я прошу мухтара продолжить я добавлю вам время то есть я учел сколько вы потеряли пожалуйста и так нынешний президент такая не имеет никакой власти над ним стоит назарбаев который теперь не участвует выборах но реально контролирует всю власть все силовики назначается им все все абсолютно аким и все прочее назначается лично назарбаев он председатель партии нуратан партия нуратан полностью на всех уровнях парламент маслехаты заводит своих людей по его списку то есть фактически у нас депутаты не сбираются не народом а лично назарбаева то есть он все сделал для того чтобы полностью узурпировать власть если человек узурпировал власть ему не нужны конкуренты поэтому 30 лет он находится у власти и собственно это монопольная власть привела к тому что он захватил все ключевые сектора экономики основные банки ему в стране принадлежат в реально минимум 90 процентов банков так или иначе он контролирует промышленно все крупнейшие гиганты ферросплавы алюминий медь цинк и так далее он или владеет напрямую или через своих партнеров типа евразийская группа нефтяной сектор полностью контролируется в основном им через своего взять и через подставные схемы и так далее то есть это человек все дело для того чтобы монополизировать власть чтобы конституции против вас бумажку и поэтому сейчас говорит о том что задавать вопросы о том что почему это произошло потому что он сознательно в этом направлении двигался наш народ всегда жил тоталитарных режимов он просто не понимает что такое демократия как может быть мир как мире построена что такое демократическая страна и собственно мы что видим деньги все в руках назарбаева власть в руках назарбаева никакого транзита власти не будет транзит только будет в пользу его ближайших родственников вот все что мы имеем терпеть ну да 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 я собственно говоря дебаты это очень громко сказано никаких дебатах нет и почему потому что у меня диаметрально абсолютно противоположная точка зрения есть факты к неоспоримые абсолютно если говорить о конкурентных выборах 1999 год первые были конкурентные выборы в казахстане и он достаточно сильно был конкурентом в лице сергболцына обдельдина я помню он даже батарау почти 35 процентов набрал вот в стране почти 13 процентов но я вам скажу я тогда директором фисе работал на хабаре многочисленные выступления у меня были я вел несколько передач достаточно напряженные были выборы и непростые что касается 2005 года выборов то был кандидат оппозиции жармахан туйбай тогда был независимый экзит пул много иностранцев было на 12 часов дня 4 декабря 2005 года назарбаев 85 87 процентов показывает вообще вот этот период с 5 по 12 год он же на 7 лет избирался это был конечно пик и нефтяных доходов и достаточно экономический рост у нас 7 процентный был ежегодный почти это был достаточно большой период и то что назарбаев победила абсолютно ни у кого не вызывало сомнений поэтому все вот эти значит заявления облязова которые идут на протяжении двух с половиной лет это абсолютно ложь абсолютная с которой я просто как рационально мыслящий человек не могу согласиться вот я могу согласиться отчасти по выборам одиннадцатого и пятнадцатого года потому что там не было ну не было сильных конкурентов потому что не мэлс или сизов не гони косымов это ясно не были конкурентами как таковыми это были проходные выборы ладно я здесь соглашусь хотя с точки зрения еще раз электоральной поддержки нурсултан назарбаев постоянно на протяжении чек более чем четверти века имел всемирно всемирную народную поддержку поэтому все о чем сейчас мухтар табулыч говорит это абсолютная ложь тотальная ложь которая присутствует но практически в каждом его выступлении спасибо спасибо но единственное мы так я не понял кто лишь что вот так получилось то что собственно за 30 лет власть не сменилась то есть народ виноват что он проголосовал или слабая позиция ответа нет законодательные вещи сергей вы прекрасно знаете что ему было предоставлено право неограниченное число раз баллотироваться тем не менее он от этого права сейчас отказался 9 июня прошли выборы у нас сейчас второй президент это кассенжамар такая я кстати вот буквально три дня назад встречался с ельбасы я задал конкретный вопрос русанович скажите мне откровенно все-таки 12 лет был советником президента что за слухи ходят на двоевластия двух центрах уходишь в сторону сейчас это не тот вопрос мы еще к этому вопрос вернемся спасибо хорошо нет я задал вопрос ты уже как зад ответил пожалуйста мухтар вы отреагируйте на то что сказал ваш оппонент дело то президент как обычно цивилизованных странах демократически бывает два срока 8 лет в итоге назарбаев был у власти 30 лет и остается продолжает оставаться дальше поэтому же сам факт нахождение у человека 30 лет говорит о том что эти были процессы им смодулированы с фальсифицированы люди и были сажались в тюрьму и я в том числе и я знаю прекрасно как эти все выборы происходили сам на мои глаза все это происходило когда я был министром поэтому то что говорит мир мухаммед это конечно не соответствует правде хотя по факту посмотреть что мы имеем хорошо парламент хорошо все про то мне интересно вот продолжение как бы этой темы не знаете частного иностранцы какой вопрос задают почему в казахстане не появилась сильная оппозиция способна испортить жизнь этому режиму интересного по или по крайней мере не просто оппонировать ему достойно чтобы мешать прибрать всю власть к рукам никто же не будет и рухами думаю не буду отрицать что власть сегодня вернее всего для все 30 лет на принадлежала фактически мы это не я думаю не буду вас парить почему так получилось кто виноват что стране сегодня не осталось реальной оппозиции сама оппозиция ситуация общая или все-таки назарбаев сейчас начнем с вас хорошо значит конечно по большому счету я была заинтересована чтобы оппозиция была сильна хотя вы не дадите мне соврать я будучи советником президента неоднократно поднимал вопрос нужно если не сильно это достаточно организованная позиция я неоднократно самых подталкивал к объединению потому что не нужны эти распори и чем больше будет политических партий в оппозиции тем будет хуже день вот даже сейчас на этом этапе я что наблюдаю что мухтар аблязов он же практически не признает абсолютно никакой другой политической силы кроме как его значит незарегистрированная демократический выбор казахстана любая другая партия любой другой политический лидер для него либо это агент комитета национальной безопасности либо значит его враги личные и так далее ну я не знаю вот возьмем допустим на рыбаре а вот там в киеве по-моему находится но если такой агент я не знаю наверное надо распустить человек который реально создал институт наблюдателей вот на последних президентских выборах это совершенно очевидно и поэтому вот эта тенденция отсутствие сильно организованной оппозиции это прежде всего конечно вина самой оппозиции понимаете и сейчас вот и я этот факт специально привел к тому что даже сейчас или парламентские выборы они не за горами абсолютно нету никакого единства единения а вот наоборот эти распри они еще больше продолжаются борьба за лидерство во власти этой проблем не было никогда не будет лидер государства формальный неформальный лидер одновременно поэтому власть всегда было очень организованно вы вспомните сколько партий объединилась нур-атан там и ассар были гражданская партия другие все 2000 году объединились в одну сильную про президентскую партию поэтому с этой точки зрения сергей подчеркнуть что оппозиция в казахстане это прежде всего личностный фактор который всегда давлел надо интерес государства и общества сожалению это так понятно что значит почему не было так называемой сильной оппозиции на самом деле она была есть два фактора первые важный фактор может быть даже один из основных тем что назарбаев узурпировал власть и построил мафиозную систему он всех лидеров оппозиции или сажал в тюрьму или угрожал или убивал и так далее собственно оппозиция в начале 2000 годов после создания демократического выбора казахстана действительно была сильная даже такая так называемая в кавычке конструктивная позиция ожел она тоже начала двигаться играя по близким правилам власти и тем не менее она была разгромлено раздроблено были подделаны документы алихан байменов был в итоге за в брошен парламент те создали партию на сажал лидеры и один из лидеров алтенбек сарсинбаев был убит оппонент туркадил тоже был убит я вместе с голом жану заказа киана был посажен тюрьму и никогда нашу партию ббк власть не регистрировала она сделала один раз 2004 году сроком на полгода сразу объявили нас экстремистами через полгода и уничтожили поэтому первый самый главный фактор то что оппозиция не могла никак активно двигаться потому что она постоянно подвергалась уничтожению потому что власть использовала бандитские методы и таким образом расстраивала наши ряды как только оппозиция начинала просто выходить на митинги их обвиняли в экстремизме и все прочее при этом убивали людей закрывали бронировали был блокировали двери и это сейчас происходит массовое избиение что касается объединение которое ирмухамед сказал это смешно ассар гражданская партия кто такая ассар гаррига назарбаева кто такая гражданская партия это машкевич вся эти все эти предприятия которые захватил за бесценных султан назарбаев нагнали рабочих и создали иллюзию иллюзию объединения второй фактор почему у нас действительно назарбаеву дали возможность монополизировать власть потому что наш народ еще не был подготовлен он жил в советском союзе не знал что такое партия была монопольная коммунистическая партия и люди просто воспринимали что вот должен быть один человек лидер это вторая проблема наше общество было не подготовлено не образованно сейчас ситуация очень сильно изменилась это второе то есть два фактора это мафиозная власть во главе с назарбаев который всех уничтожал и продолжает уничтожать и второе что население было не подготовлено что касается сколько партии оппозиционных меньше должно быть слабо и так далее ты регулирует не назарбаев и не вообще никто это регулирует собственно само развитие общества если общество готово если общество сильно партии может быть сколько угодно и среди них побеждает сильнейший нынешняя власть никому не дает побеждать не регистрирует вот ир мухаммед говорит что я там критикую зарегистрируйте нашу партию двк и тогда посмотрим кто победит нас власть боится не регистрирует зарегистрируйте а так называемые вы говорите оппозиция все прочее нет нашей стране они все действительно если бы были они бы организовали хотя бы один митинг против власти их нет поэтому давайте не рассказывайте сказки хорошо коротко коротко или ты хочешь вот только что мухтар сказал почему и регистрирует двк министерство юстиции до признала двк экстремистской организации экстремизм это от слова крайние методы и действия что предлагает облязов ежедневно же он предлагает 5 процентов населения 3 процента 50 тысяч нур-султане 100 тысяч в алмате выйти на улице полиция перейдет на нашу сторону захватить здание и про это самый настоящий экстремизм экстремизм политический то есть хорошо сверху сергей открытый призыв к свержению конституционного строя и после этого облязов еще обижается как это двк не регистрирует он обманывает разговор шоу о другом лухамед ты не понял я тебя перебью разговор шоу о нерегистрации двк той которая была в прошлом когда назарбаев строил партийную систему я правильно понимаю ухтар нет тогда я говорю и нынешнюю я говорю и о партии и про нынешнюю и говорю про алга двк который не регистрировали семь лет до до семь лет она была ходила требовал регистрации придумывали что количество членов не совпадает еще что-то еще и регистрировали это просто прямой факт мухтар ты только что вы только что сами привели примеры что у вас рисует избиение и тогда ваши слова сейчас говорите о текущем моменте нет я говорю вообще не на оппозиции и текущий момент и предыдущий убийство алтенбека шарсенбаева заман декорка рука делова это это не текущий момент это все было и это продолжает хорошо господа я буду прервать вот эту дискуссию потому что мы переходим следующий вопрос мы просто не пройдем все вопросы в принципе ваша позиция уже ясны повтор уже идет хорошо вот поговорим о главной фишке назарбаева все-таки мы тему ты должен держать я пока не буду переворачивать часы значит мы благодаря умной гениальной политики на назарбаева в стране нет в стране социально-политическая стабильность и нет никаких внешних и внутренних угроз так ли это я скажу то есть при этом кто-то в наш стране если вы знаете вполне реально опасается экспансии китая кто-то усиление зависимости от россии кто-то исламских настроений а кто-то даже оппозиционных настроений считаю что это тоже угроза вот у меня вопрос насколько серии во-первых серии серьезно эти угрозы и какова роль назарбаева формирование этих угроз или здесь ни при чем они объективны и назарбаев наоборот их уменьшает я представляю мухтару пожалуйста вам когда страна ослабляется она всегда становится объектом экспансии зависимости от той или иной страны соседней государства сначала идет экономическая политическая экспансия затем все это приводит в конце концов тому что или страна теряет свою независимость или она вообще просто разрушается по разным причинам потому что внутри социальной проблемой собственно этот режим не удовлетворяет требования времени нашей ситуации ситуация такого что сейчас наибольшие угрозы представляет закабаление со стороны китая это идет интенсивный процесс и люди это чувствует не случайно выходит на акции протеста хотя ир мухаммед говорит что их доля всего лишь там они четвертые инвесторы я процесс дискуссии готов коротко за минуту показать что это не так поэтому именно назарбаев своей политикой монополизации власти присвоение всех основных богатств сделав наш народ бедным многих нищим привел к тому что наша страна ослабла маловой доход населения у нас низкий даже такие страны как латвия эстония литва которые вместе с нами были в советском союзе имеет баловой доход на душу населения в два три раза больше страны которые не имеет ни нефти ни газа ничего а страна если бедная если ослабленно если имеет собственное производство то она безусловно шаг за шагом потеряет свою независимость и в этом смысле прямые угрозы организованы созданы нурсултаном назарбаевым который продал нашу страну китаю и другим и мы сейчас находимся очень опасной ситуации последние три года у нас только падение экономики и пусть они там статистику не прерисовывает который прямо зависит от стоимости нефти цена на них падала экономика падала у меня все данные официально есть международного литву фонда спасибо спасибо да я могу значит так что значит достижение вот 30 лет вы постоянно 30 лет 30 лет внешняя политика я как дипломат единственное государство в мире сейчас казахстану у которого реально нет врагов посмотрите китай россия америка все в контрах со всеми сверхдержавами у казахстана великолепные отношения у нас нет арене врагов это первый момент триста двадцать миллиардов долларов казахстан абсолютный лидер по инвестиции в нашу экономику причем китайский кредит это менее пяти процентов ну конце концов бывший банкир и экономист может хотя бы из этих цифр сказать существует китайская угроза или нет не говоря о том что китайские кредиты они вообще в корне отличаются от западных по степени жесткости и тогда поэтому с этой точки зрения говорить о том что мы развалили страну это больно полная тотальная ложь о чем вы вообще говорить сергей я обращаетесь к оппоненту своему я привел вот эту цифру до триста двадцать миллиардов причем мы даже россию по номиналу обошли хотя она в 10 раз больше и по населению и по экономике по масштабу экономики и так далее теперь значит если мы возьмем средний класс казахстане вот он реально часто приводит пример значит мухтар например грузии армения я там грузии 5 лет работал и знаю реально так сказать эту страну у нас 25-30 процентов населения это богатые зажиточные обеспеченные люди у нас есть проблема безусловно люди которые живут за чертой бедности и суть послания такая его последняя это ликвидировать бедность ближайшие на три-четыре года в ближайшие пять лет причем не поврождая иждивенчество а втягивая их в средний класс прежде всего вот чем суть послания понимаете поэтому с моей точки зрения мухтару надо на мой взгляд перестать просто лгать насколько можно уже я обратился сергей за помощью к вам потому что два с половиной года вот с апреля по моему свисту года мухтар блязов работает такое в режиме монолога ежедневно ежевечерний обращается и значит говорит вот свою позицию которая строится на тотальной лжи относительно вот нашей страны особенно по всем показателям и так далее о том что полная разруха говорить о том что у нас все развалено но это по меньшей мере просто смешно если говорить о внешних угрозах когда ирмухамед говорит у нас совсем прекрасные отношения я могу сказать что казахстана действительно всегда были прекрасные отношения совсем потому что это карликовая страна с карлика экономикой даже россия самая крупная территория в мире имеет долю в мировой экономики порядка одного процента поэтому вы должны понимать наши доли мировой экономики составляет долей процентов мы карлика экономика и мы нас просто не замечают на карте мира если даже казахстан прекратить производить нет и все прочее никто даже этого не заметит поэтому здесь не нужно преувеличивать какое-то геополитическое значение надо говорить о фактах теперь что касается так называемых доходов рисков я еще раз не надо сравнивать там с какими-то непонятными странами есть очень простые страны есть латвия литва и эстония я беру последние цифры ввп эстонии 22 тысяч долларов казахстана 9 то есть два с половиной раза у эстонии выше в два раза больше у латвии литвы это официальные данные международного валютного фонда если говорить об успехах нашей страны и этих успехов нет чтобы вы четко понимали поэтому я что что озвучивает всех прямых эфиров я оперирую цифрами данными все абсолютно конкретно у меня все обещал не вставлять но такое ощущение когда я слушаю мухаммеда то как хабар слушаю понимаете вот действительно такой страны захотелось пожить в той стране который ты сказал он из хабара и пришел там же хабар же это его устами слишком оптимистично как-то от себя говорю мне не надо отвечать спасибо в одной из данных дискуссий я сейчас как раз о тебе говорю в одной из данных с тобой дискуссий я помню ты говорил высказываем о том что в общество где нет среднего класса опасно внедрять демократию понимаешь правильно мол для демократии нужно все таки подготовить общество нужно созреть к этому иначе могут быть чреваты ну то большими серьезными неприятными последствиями этим оправдывается вот тот курс назарбаева о том что в начале экономика а потом политика мы лет 25 двигались в этом курсе и вот сейчас как бы на излете этого курса если сказать что смерти закончился наверное я задал вопрос обоим смог ли решить назарбаев поставленную задачу то есть начали экономика а потом политика и создать этот самый средний класс вот где это обещанный средний класс и если его нет и не решилась та проблема где политические реформы получается что концептуально президент не выполнил главной своей задачи о которой он говорил который он 25 лет говорил президенте мой первый президент что в начале экономика а потом занимаемся политикой вот экономика вроде закончилась мы уже какие-то успехи и вы сейчас их озвучили а где политика почему до нее так не добрались так то я тогда говорю первый раз твоя очередь то пожалуйста по очереди чтоб честно было буквально пару слов я скажу я из минска летал недавно в эстонию потому что 40 лет назад этом в армии служил и я помню все предприятия работали комиссия комбината радиоэлектроника мощная в спута в эстонии вообще самый высокий уровень жизни в ссср был на последствии туркене а эстония на первой месте сейчас если коротко работает русскоязычное население эстонцы менеджеры вся земля все продано немцам шведам и финам эстонцы сами мы дин финланд показывают свою молочную продукцию только так они могут зайти в европу полностью на дотации европейского союза и мухар нам пример эту эстонию будет привозить приводить чтобы казахстал шел по этому пути все это полная очередная так сказать манипуляция со стороны облязывая теперь отвечая на ваш вопрос сергей все познается сравнение я был послом не только в беларуси а представителем исполкома в снг все содружество объездил я видел как живут люди в других странах все познается в сравнении у нас 850 тысяч граждан имеют три и более квартир казахстан у нас свыше миллиона 200 тысяч граждан имеет счета в зарубежных банках у нас четыре с половиной миллиона индивидуальных предпринимателей которые платят налоги у нас самый лучший подоходный вернее на налоговый режим вообще в снг у нас есть средний класс в отличие от армении в грузии даже украины на которую часто ссылается обляза в украине один олигарх сверх другого олигарха использовал народ манипулировал его и вот вы знаете чем народ ответил шоумена они выбрали в отместку так сказать этим олигархом президент поэтому говорить о том что казахстане нет среднего класса это просто не знать свою страну сергей вы можете иронизировать сколько угодно про хабар и так далее я знаю жизнь не понаслышке понимаете да если когда я приезжаю сюда казахстан я общаюсь с простыми людьми с достаточно большим количеством людей из самых социальных остров общества я вот специально перечислил эти группы людей хотел бы задать вопрос облязывал где его социальные группы на кого он опирается вот уже революцию хочет сделать какие социальные группы классов я перечислил на несколько групп населения казахстана и вижу что они не выходят на митинги это очень важный вопрос сергей я извиняюсь часы вообще правильно работать потому что на мухаммеде меня такое впечатление что они очень как-то замедляют такое же мнение о том что именно замедляются часы переходят к оппоненту пожалуйста по поводу среднего что якобы 25 процентов там какие-то богатые все прочее есть очень простые показатели показатели например есть минимальная заработная плата средняя заработная плата вот у нас минимальная заработная плата только в этом году вместо 28000 стало 42 тысяч деньги то есть было 70 долларов стало где-то 108 долларов теперь я могу привести простые примеры взять вот опять же те самые страны про которые говорит мухаммед он кстати лжет когда я же экономист я знаю балансы странно знаю кто сколько субсидий получает и здесь просто так пропагандистская фраза со мной не прокатит я реальной цифры говорю балловой доход эстонии 22 тысячи долларов минимальная зарплата минимальная свыше 500 евро то есть 600 долларов а в казахстане сколько чуть больше 100 долларов 6 раз больше минимальная заработная плата в эстонии теперь средняя зарплата средняя зарплата в эстонии в долларах 1500 казахстане они рисуют 500 три раза больше вот вам ответ где средний класс средний класс у нас он нищий он узкий по своему объему если говорить о богатых так называемые люди все богатые люди это списки форбс вся верхушка это назарбаев это его зять его племянники его подставные люди там типа у тимуратова кима которые реально просто кошельки на султан назарбаева поэтому давайте мы когда будем говорить средний класс оперировать цифрами вот я цифры китая приведу минимальная зарплата росла точнее средняя зарплата у них росла от 350 долларов с 2008 года доросла до 1000 долларов все время вверх а мы как стоим нас на около 400 долларов и еще падаем а какой экономики говорит ермухамед если я просто оперирую цифрами средняя зарплата она у нас одна из самых ниже даже не ниже чем от этих балтийских государств которые не получают те самые субсидии которые говорит балловой доход надо считать вот пожалуйста я вам цифры дал 220 выше чем казахстане минимальная зарплата 5-6 раз выше средняя зарплата в три раз как минимум выше вот ответ где если у нас средний класс или нет у нас нищая страна и не случайно правительство заявила так называемой адресной социальной помощи не выяснилось полтора миллиона человек живут бедные вот вам эта реальность сейчас мухтар кобылыч вы вообще в эстонии были с я польши вашего ездил бизнесмен объездил все страны мира я все знаю безвылазно сидите в париже причем не выходите из квартиры ладно сергей я вот что хочу поскольку привел цифры мухтар я хочу дешевый бензин в мире сейчас казахстане десятку стран дальше по ввп на душу населения казахстан реально обошел россию даже российскую федерацию сейчас лидер по воду с жилья 13 сразу скажу сразу по россии вы говорите неправду это ни разу такого не было посмотрите смотрите он же перебивается да 13 половиной миллионов квадратных метров жилья вводит 512 тысяч человек социально уязвимых слоев населения стали на очередь на получение жилья не в одной стране сангене у нас социалка раздута 55 процентов бюджета это здравоохранение образование медицина значит на адресная социальная помощь у нас я еще раз говорю настолько сильно сейчас раздута значит социалка что я вам динамо дал одну статью кончилось спасибо популизм патернализм вот что самое сейчас опасно говорит общие слова я говорю цифры я говорю я четко говорю о средней зарплате средней зарплаты минимальной зарплате доходе на душу населения и в этом смысле казахстан проигрывает пятикратно трехкратно как минимум и чё поэтому все эти слова о том что мы есть миллионы не обиде мухтар он ему было хорошо два с половиной года он угол без перебивать все его как только я ему называю реальные цифры казахстану сразу поплыл и начал я прошу регулировать он экономист понимаете он экономист он много ездил данины при балтии российском телевидении где вот горло можно рвать это не красит вас не надо этого делать и так и мухаммед и данный сергей официальные данные я говорю о поведении в студии о господи сергей ну а как быть тогда если идет тотальная ложь причем она 3 будет три минуты вы можете это сказать лично я жду свои три минуты забрали наше время и сергей так не пойдет давай по честному перспективах правления назарбаева минута все-таки реплику завершу это я говорю средняя зарплата минимальная зарплата 35 раз меньше 1 доход на душу населения меньше 2 это официальный данный который есть международ по любви фонды когда я мухаммед называет какие-то миллионы все прочее это как бы называется пыль пустить глаза если у нас плен там миллиарды поэтому мы должны оперировать конкретными цифрами которые принял весь мир доход на душу меня минимальный зарплаты так далее здесь мы проигрываем 35 я вас услышал дальше а перспектива что нас ожидает ближайшее время мне мнение ваше будет очень интересно многие считают что нынешняя конструкция связать президентом такаева это всего лишь подготовка к реальному транзиту то есть сам транзит все-таки будет впереди и видимо к нему не подкрадываемся при этом мы видим рост протестности населения это тоже факт в обществе в общем то есть усталость от неопределенности которая связана с этим нарождающимся транзитом растет недалерия к массам к власти от масс сегодня такая а я думаю он говорит то что думает назарбаев не может предложить обществу ничего нового кроме обещания приемстве старого курса ситуация достаточно тревожна какой сценарий развития прогнозируете вы три минуты у каждого пожалуйста вот в этих тяжелых условиях сейчас муфтаг должен начать ну последний я сказал давай это была реплика окей а я считаю что однозначно не для этого назарбаев 30 лет контроля власть чтобы завтра кому-то подарить пусть это будет такая или никто кто-то он будет передавать власть членам своей семьи дорогие для этого он ее назначил председателем сената и сейчас так все обложил что ему нужно сделать последний шаг идет подготовительный период первое он монополию получил в экономике получил политики ясно что это будет конвертации окончательное построение своей семейной власти и что к чему это приведет если мы говорим об экономике сейчас постоянно идет ухудшение попытка через адрес социальной помощи придавить списать какую-то небольшую сумму кредитов так называемым откупиться от народа уже не получится люди устали от этого 30-летней власти собственно самого режима назарбаева такая никогда ничего не может предложить во первых он ничего не решает вся команда тоже ничего не решает это пустая команда который будет жить по своим обещаниям поэтому произойдет обострение политической обстановки и ближайший максимум год произойдет демонтаж политической системы на султан назарбаева и придет придут новые силы будут гигантские изменения этот режим устарел он не имеет права на жизнь люди не принимают никакого решения не участвует принятие решений во власти парламент придуманный все декоративное люди устали они хотят реально жить а реально жить они будут только тогда когда они прямо будут участвовать в управлении государством и тогда богатство страны будут все перераспределяться действительно среди народа они уходить только вверх вот что ожидает как будущее нашу страну значит а сергей да не сергей обращайся к зрителям мухтар кабулыч значит чтобы знали у нас сейчас второй президент к сын же март имелище такая он избран до до декабря 2024 года все вопрос закрыт постоянная вот эта вот песня мухтара кабулыч о том что назарбаев передаст власть дарит гену что-либо стафетную палочку что ли передаст все вопрос закрыт президент у нас асанжамар такая поэтому с этой точки зрения никакого я вот кстати ты мне не дал сказать сергей начале разговора была у меня встреча сельбасы никакого двоевласти нет все это разговоры на самом деле президента но на самом деле это не новая модель вы помните когда ельцин путину передал 2000 году власть а вот тогда ельцин поставил условия чтобы его люди касьяна четыре года был премьер-министром и волошин был руководителем администрации сам ельцин и у него не было титула ельбасы россии лидера нации но со сам переход он не новые значит власти это во первых поэтому вот с этой точки зрения я не вижу никаких причин для каких-то катаваси вот этих вот пугалок страшилок о том что у нас начнется хаос там революция и прочее тогда не будет это я убежден почему потому что дело не только в последнем послании такая я бы убежден что у государства нашего есть очень большие резервы и большие деньги в национальном фонде есть и значит средний класс о наличии которого я говорю есть достаточно сильно исполнительная власть центре и на местах поэтому задача власти на мой взгляд сейчас заключается в том чтобы расширить про президентское поле почему потому что протестные настроения протестные электричества в любой стране мира есть вы посмотрите twitter революция происходит она даже америке коснулась и существует прямая связь между протестными настроениями и социальными сетями это же уже феномен так сказать двадцать первого века очевидно поэтому делать такие глобальные ухтарка больше ну это вообще слушайте но 0,1 процента это самое много сколько выходит на митинги в алматы двухмиллионной алматы там две тысячи человек это 0,1 процента населения и говорить о том что вот они сейчас 250 тысяч праги вышло требовали значит отставки премьера 250 тысяч человек это почти пять процентов населения праги и что что за выводы вот постоянно нам впихивают втюривают такую вещь 35 процента выйдет все значит власть упадет и так далее ни в коем случае этого не будет я вот эти я глубоко убежден что в снг вообще не было ни одной революции как таковой революция это структурное изменение экономики общества базиса как такового были верхущественные перевороты и вот нам значит мухтар аблязов пытается построить такую модель как кыргызстане уже сам хвастался что он финансировал кыргызскую оппозицию и вот я приготовил сергей официально финансировать оппозицию я сейчас расскажу подожди сергей 2 ноября 2017 дала интервью значит аблязов газете вечерний пешкек и он говорил что у кыргызстана есть свои рычаги воздействия на казахстан в апреле казахстан будет просить пустить воду на юг страны а тамбаеву надо действовать речительно без воды кыргызстана погибнет весь урожай на юге казахстана а там живет лена человек подожди сергей это я подчеркиваю вот этот важный момент когда власть как закон здесь мы соблюдаем как закон регламент хорошо регламент вот ответь пожалуйста этого почему ты действуешь не только против так сказать назарбаева собственного народа почему ответ на я понимаю упорца с каким ты работаешь здесь но смысле говоришь эти вещи с такой самоуверенностью уверенностью но все-таки регламент давай соблюдать а просьба такая вот у меня время сейчас на реплику я дам где минуту потому что я регламент соблюдает 2 минуты 57 секунд я уложился внутри секунды даже не добра вот передо мной часы сергей ну зачем у нас с тобой часы и так у меня реплика есть во первых когда я мухаммед говорит с назарбаев встречался и ссылается на то что он там что-то сказал это все ерунда назарбаев всегда лжет феврале этого года он говорил смотрите на конституции я досрочно никуда не уйду и через месяц он уже ушел в отставку поэтому ссылка что ему и извините там елбасы как он говорит сказал все это ерунда не имеет никакой ценности когда мухаммед говорит что якобы в россии было как в казахстане это тоже ерунда потому что ельцин полностью ушел руководит администрации ельцин своим путин мог своим указом отставку отправить также премьер-министр и поэтому не мешает пожалуйста попытка привести что вот такой аналог есть в мире в россии частности это все неправда там путин имел все рычаги прямые законодатель никаких там постав подставных сверху структур совет национальной безопасности не было вот что касается что есть почему я против назарбаева и против своего народ народа назарбаев не является народом он враг нашего народа он душпан как мы сейчас говорим он враг поэтому назарбаев и народ это разные вещи как богат страны все у назарбаев у народа ничего кончилось время кончилось вы оба были в команде назарбаева давайте поговорим о вас а то мы все вот он назарбаев назарбаев все таки так как вы очень похожи в этом плане что вы вышли из команды но сегодня один из вас стал злейшим врагом этого человека а другой я его защитником но парадокс в чем что тот который защищал его оказался не удел и сока сегодня его выбросили за боймы за бальской номенклатуры вот проблема того чем вопрос как объяснить пришедшую метафорфозу как получилось что один из старых называют стал ярым противников а другого лучшего пропагандиста ну вот убрали из власти вот не обидно это вообще на так то у нас пошла разбору пер я говорю последних нет это было реплика дали я пожалуйста начать меня про себя коротко скажу я сам захотел возвратиться и мне осталось два с половиной месяца до пенсии ноябре я бы по-любому ушел с госслужбы я вам скажу что президент предложил мне продлить государственную службу пожили работу в исполнительной власти но я не хочу я хочу быть свободно плавание это я совершенно искренне говорю я не не хочу быть на государственной службе как это почему почему я еще раз говорю я устал от государственной службы все-таки мне в ноябре ступни 63 сергей но это неинтересно зачем вам это интересно колоритная личность это людям интересно этого это моё это мой как говорится личный выбор и все вот видите я будучи госслужащим госслужащим я бы конечно никогда не вступил бы в диалог с человеком и собственно говоря никто из 20 не хочет вообще полемизировать с человеком который ежедневно и живите не смогу просто это лжет придумывает я не знаю любые цифры с потолка бери я у него спрашиваю ты был в если я только что был в эстонии два дня он начинает про какие-то там 22 тысячи долларов лепить половина эстонии не нету их стране ты знаешь вы знаете об этом они живут германии швеции так далее астана единственная страна в снг где нету гастарбайтер я еще раз я сказал я значит вот буду активно присутствует публичной политики это значит мне нравится мне нравится это сегодня так называемые дебаты наконец-то есть возможность хотя бы вступить диалог впервые вот за три года значит облязов господин облязов не говорит уже в режиме монолога я вижу что тоже тотальная ложь что монологи что в диалоге продолжается с его стороны статусе ты будешь выступать вот кого-то будешь предстоять граждание на республике казахстан устроит какая разница сергей ну ты уже пять вопросов задал по мне но это за я вчера комментировал кем теперь он будет пенсионером представляющий двух пенсионеров я отвечу на два раза в эфире я уже много вопросов и он на меня тоже уже злился поэтому я сейчас тебе задаю вопросы значит сергей смотри я вообще не хотел этих дебатов но когда выступил сначала облязов сначала там пропагандоном назвал потом соловьем потом потом акином поэтому я какая раз между соловьем и акином второе мне больше нравится чем первое а вот но дело не в этих значит кликуках и так далее я бы хотел все таки чтобы предметный был спор или диалог в конце концов а не хорошо на диалог от появится тотально уже это этот же вопрос вопрос можно сформулировать как получилось что вы работа в команде президента служили были одним из лучших и взяли разбежались теперь как бы вас нету чувства того что вы все-таки предали его я не служил никогда назарбаев я служил своей стране и когда я получал предложение возглавить энергосистему страны когда стране по многим городам давали лист на три часа я пришел именно потому что промышленность свалилась в том числе и мои предприятия была ситуация критическая я пришел девять месяцев работал ки гоки сделал реформы о которые к сожалению больше никто не смог повторить дальше я работал министром полтора года и трижды подавал в отставку не соглашаясь с курсом на зарубаем в итоге я ушел в октябре 99 года заявив что он строит клановое государство что если он заявит заявленный свой курс по стране демократического государства будет продолжать я вернула это знаем и поэтому перебью на ответе на вопрос вот вы ушли в позицию по идее собрали потому что вас вынудили я ушел по идее на меня сначала по идее нам ушел из правительства затем когда назарбаев от меня не отставал настаивал чтобы я вернулся акимом министром кем угодно преследовал меня я понял что этот режим не даст мне жить свободно в этой стране и пошел в открытую позицию вот собственно вот эта история она известна много раз об этом говорил да и об этом много раз говорил а там еще еще как-то был вопрос по поводу моих цифр все прочее да это публично каждое мое слово каждое мое цифра можно просто взять его опровергнуть зайти в интернет как говорит мухаммед и мухтар сказал по ввп неправду по зарплатам средне минимально сказал неправду я очень ответственно к каждой своей фразе отношусь и когда он говорит что он пенсионер и вот сейчас представил возможность поговорить я хочу сказать следующее правительстве даже если всем составом соберутся нет ни одного человека ни одной команды который в состоянии мне оппонировать это к сожалению правда потому что там собрались другого типа людей ни один один пусть мухаммед сходим на зарбаев и скажет пусть выйдет все по всем блоку я готов оппонировать всем правительством там собрались вообще очень слабые люди которые выполняют команду на зарбаева это не министры а просто винтики и все это реальность поэтому я смыслом работать и таком править не сотрудничество зарубаем принципе этот режим он не имеет права на вопрос на ответ то есть вопрос и вы коротко отвечаете то есть у нас заканчивается поэтому мне бы интересно по китаю не поговорили среди коротко если мог если минут пять выделить вопрос по китаю потому что мухаммед рисках от тех которых создана зарбаев для этого я думаю как раз там и про китай говорил я думал кто-то из вас это зацепит вы как-то обошли и выступил с очень большой статьей мне эта тема не интересна потому что искусственно и абсолютно и честно говоря это стыдно вот перед китайцами они на нас смотрят нефтепровод из западного казаться западной китай еще раз говорю 20 миллиардов долларов из трехсот хорошая статья была большая и читал очень хорошо выступил много по этому вопросу я думаю кто хочет этот вопрос осветить они могут это прочитать правильно согласны давайте попробуем в режиме блиц очень коротко чем короче тем лучше итак тема политических заключенных за что сидит мухтар джакиш я никогда не считал джакишева политическим заключенным я не помню чтобы он был в политической партии поступал с такими подожди сергей задал вопрос правильно я же нет я еще не ответил за что он сидит из-за блязова а я теперь объясню почему а блязов тянул его в очень сомнительную сделку на 400 миллионов долларов сейчас суд требует 257 миллионов долларов заплатить заплатить бюджет это хищение очень сильное было нанесено а блязов это его лучший друг он давно мог заплатить миллиарды вывез все знают все знают что семь восемь миллиардов долларов и и очень большой ущерб нанесен нашей стране через в банк бта и значит это принциального принципиальный вопрос для государства если бы он сегодня заплатил завтра бы он уже был на свободе но десять лет значит мухтар джакишев господина облязыва на пути один минута ким за минуту он джакишев сидит как мой близкий друг который вел политические переговоры был посредником между мной и назарбаев я его предупреждал что он не должен эту задачу исполнять назарбаев разговаривал с ним по телефону и он стал жертвой а что касается якобы украденных тех самых денег джакшев им пусть правительство опубликует все эти разговоры закрытые суды никто не знает за что посадили джакшев связан с тем что им нечего ему предъявить пусть опубликует публично где он украл какие деньги так далее а не просто слова ирмухамеда который просто как пропагандист говорит ни под что никакие цифры не приводит пусть правительство опубликует вот собственно что касается его политического статуса да он не занимался партии все прочее но он друг политика мухтара блязова и поэтому автоматически стал политическим заключенным и не случайно оон вынес решение с требованиями его освободить и не случайно голоса наших граждан с требованиями освободить нужно не все прекрасно понимает он политический заключен следующий вопрос в обществе нацеленность на парламентские выборы на наших глазах идет борьба за ОСДП кем на ваш взгляд и кто ведет это соперничество я просто понял вопрос сейчас общество готовится хотим того не хотим к парламентским выбором да вот и ирмухамед говорит что они не за горами все равно идет борьба за ОСДП между кем и кем на ваш взгляд идет борьба за эту партию ваша точка зрения я абсолютно не знаю абсолютно не следил за ОСДП понятия не борьбы никакой нет идет имитация борьбы ОСДП вывеска в нашей стране независимые партии невозможно зарегистрировать это общеизвестно это подставная партия власти который изображает политический процесс для запада что якобы вот у нас есть там конкурентная борьба политический все прочее это игра влево вправо воткнут этот ОСДП в парламент как Байменова один раз посадили от Акжола и все нет никакой политической жизни нашей страны нет конкуренции если бы она была вот я завтра подам заявку пусть зарегистрирует партию ДВК не зарегистрирует потому что мы победим Акежан Кажегильдин убежден что произошло разделение властей как он говорит на аккорду и библиотеку он считает что библиотеку лица Назарбаева мешает Такаеву реально устроить стране многопартийность и провести честные выборы как вам такое мнение нет я насчет библиотеки что разделение все прочее это все это ерунда вся власть как была в руках Назарбаева и она осталась и попытка Такаева сделать каким-то человек который принимает решение которого мешает Акежан прекрасно знает Такаева знает что он просто извините мебель он никогда не в состоянии был принимать решение им поэтому его сделали как декоративную фигуру поэтому все это ерунда нет никакой политической борьбы все это просто флёр какие-то скажем попытка сыграть я это могу отдельно потом объяснить почему что он и что за игру он играет значит сергей я могу сказать только одно надо читать конституцию и посмотрел и полномочиями обладает кассажирамар Такаев как президент он этим полномочиями пользу другое дело когда говорит облязов о том что вся власть принадлежит Назарбаева я вам могу сказать есть межличностные отношения да у Такаева есть большое уважение президенту он 25 лет рядом с ним давно Назарбаев его готовил для этого в организацию объединенных наций отправлял когда если в случае военного нападения на Казахстан я вам скажу 192 страны организации объединенных наций будет на стороне Казахстана это внешнеполитическая вот основа манголик ели если уж на то пошло поэтому давно готовился вообще этот транзит и говорить о том что такая абсолютно не обладает такой властью я еще раз говорю тотальная ложь она мне надоело за два с половиной года поэтому я решил ну один раз выйти так сказать на так называемый дебат с облязовым чтобы выяснить его позицию убедиться я я с любопытством смотрел и будущее повторяющие для минуты есть ответа теперь я понял теперь я понял для чего он эти мухаммед вот мы были запроса ты постоянно скатываешься как это которым младшим между тем я считаю минуты он понимаешь чем бы ты начинал ты кончаешь плохим облядывал я понимаю вот так нельзя же давай уста пожалуйста минута есть да и мухаммед предложил читать конституцию я согласен если прочитаешь там все ель басы или басы и там все приоритеты преимущества в неподсудности так далее раз те последние указы когда он уходил назарбаев из власти он все пристроил так руководит совета безопасности решает вопрос по назначению сам рук казана национальный фонд под его контролем все главные руководители которые назначаются а ким и все прочее они приходят согласование совета национальной безопасности я согласен надо читать конституцию назарбаев что называется упаковал конституцию под себя прочитайте и кто-то если опровергнуть может сегодня почитать и завтра выйти публично сказать нет не так а я про цитирую все нормы конституции и все законы которые подробно байкер сделал дело в розе конституция лежит подо мной но я не буду ее цитирую насколько серьезно можно воспринимать разговоры сегодняшней такая во многопартийность или это все-таки очередной пропагандистский ход признать обмануть общественные медиа в том числе и структуру у вас дп вернее не уздепо нсот а я отвечаю да значит так действительно такая послание заявила необходимости политической модернизации впервые прозвучало что дальнейшие экономические преобразования не могут идти перечеют значит могут идти в контексте широкой политической модернизации я думаю что до парламентских выборов не могу сказать твердо быть уверенным что появятся новые политические партии сейчас у нас есть шесть или семь политических партий я думаю что политизированная часть общества мой прогноз такой она сейчас будет очень активно пролезать в существующие партии почему потому что если будут выборы только по партийным спискам то конечно а политизированная часть общества захочет выставить свои списки участвовать в местных органах власти потому что последние президентские выборы они но отчетливо показали что общество проснулось многие хотят реально быть причастным к управлению общества не знаю будут ли зарегистрированные новые политические партии потому что закон который остается он достаточно сложный для регистрации но я глубоко убежден что пройдут большие перестановки зарегистрировано ну так то я убежден по поводу который сказал многопартийность такая что у нас стране это ложь это приблизительно также звучит как король саудовской аравии сказал у моего народа есть выбор между старшим и младшим сыном так вот у нас выбор между нуратаном партии назарбаева и его отделами в лице акжола и так называемой коммунистической партии и никто из этих семи существующих партий они все провластны вывески никто кто попытается зарегистрировать альтернативную партию не сможет 40 тысяч человек даже если он наберет власть как было с партии алга больше 80 тысяч собрали не регистрировали поэтому все это пустые слова декорации республики декорации распределения власти у нас этого нет и не будет при этой власти при этом режиме точнее говоря при режиме на султана назарбаева обма это фиктивная многопартийность 30 лет он брал и продолжает дальше врать и он сегодня не будет говорить правду на этом я хочу все-таки предложить вам закончить нашу сегодняшнюю встречу потому что мы как раз перебрали уже немного времени с учетом того что у нас был там технический сбой и говорил я поэтому мы чуть больше 45 минут уже ведем к часу подбираемся поэтому я благодарю вас за то что вы согласились поучаствовать в этом встрече хорошо спасибо надеюсь не последний раз если вы согласитесь то мы если будет хороший повод еще раз вас пригласим в нашу студию так что спасибо еще раз и всем кто нас смотрел тоже спасибо что вы смотрели нас всего хорошего до свидания студии плитон да нет а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok